А вы когда шли сюда, знали за кого будете голосовать? Конечно. Откуда брали информацию? Ну вообще с дома. Дома жил до этого, я вот приехал 15 дней назад просто. Так все это время проживал там, видел кто что делает, кто влияет на ситуацию вообще, кто пользуется уважением. Вообще за кого народ, за кого люди, за кого родственники. Вы обратно собираетесь? Конечно, у меня семья там. А здесь я работаю и просто, как говорится, снабжаю деньгами живыми, которые, ну вот, а там нет работы. Звонили нам с Красного Луча, с вашего родного города и давали нам консультации. Да, ну агитации-то такой не было особо. Знаем, что они все поддерживают Луганскую народную республику, поэтому они все нам близки. А вы собираетесь возвращаться? Оля, иди сюда. Ну, как будет возможность, да. Я живу в Воронеже и всю информацию получаю, ну, с Луганской, да не, ну, сами с Луганской, с Луганской республики. Планируете возвращаться в Луганск? Ну, да, конечно. Сейчас это ребенок, ну, школу закончил, тут четверть закончил, ну, поедем домой. А есть куда возвращаться, да? Дом остался, да. Квартира осталась и дом остался. Пока работы нету, пока, ну, там уже по ходу дела посмотрим. О кандидатах в принципе да, то есть информация в интернете была, а вот что касается общественных организаций, то мало. Тут уже ознакомилась на месте. То есть вы шли не с четким намерением за кого-то голосовать? По кандидатам я определилась сразу, по партиям уже на месте. Возвращаться домой идти? Да. Ну, а когда придется? Ну, вот когда мир настанет, тоже твердо тогда вернется. Продолжение следует...